Поддельные банкноты были обнаружены при обыске у подозреваемого лица. Они не успели попасть в оборот. По предварительной версии, причастный к изготовлению этих купюр гражданин жителя Бакана сейчас задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Другой информации полиция пока не раскрывает в интересах следствия. Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. К слову, в Хакасе поддельных денег на рынке становится все больше. Чаще всего мошенники изготавливают именно пятитысячные купюры. Как и в этот раз, как правило, они бывают достаточно высокого качества и распознать их без специальных приборов сложно. Все же эксперты советуют обращать внимание на водяные знаки, герб, который должен переливаться. Есть еще некоторые признаки. При деформации бумаги денежного билета краситель легко отслаивается от поверхности. Вот у меня в руках находится денежный билет, который изготовлен производством госзнака. При его деформации, в месте нахождения серии номера денежного билета, а также герба города, краситель не будет отслаиваться от его поверхности. В поддельных денежных билетах это, как правило, происходит. Всем, кому попадет в руки подозрительная купюра, силовики рекомендуют обращаться в полицию. Даже попытка сбыта поддельных банкнот карается реальными сроками лишения свободы.